Здравствуйте, с вами Владислав Ласов, в эфире Енисей новости. Главная тема выпуска. Трагедия в самом начале сезона. В Приисковом, катаясь на снегоходе, погиб турист из Красноярска. Версии ЧП. Специалисты назвали причину падения автобуса с моста под Енисейском. Ледяной торт и толпы поклонников. В Красноярском зоопарке отмечают праздник Белого Мишки. С трагедией начался этот зимний сезон в популярном месте отдыха красноярцев в Приисковом. Там погиб один из туристов, приехавший в Хакасию из краевого центра покататься на снегоходе. Мужчину под снежным завалом обнаружили другие отдыхающие. Они же прямо на месте попытались реанимировать пострадавшего, но запустить сердце так и не смогли. Напомню, в Приисковом неделю назад открыли пост МЧС. Тем не менее, из-за большого количества экстремалов, уезжающих из гостиниц на склоны без предупреждения, у спасателей не всегда получается оперативно реагировать на такие ЧП. А вот происшествие на севере Красноярского края в Енисейском районе привело к большому количеству пострадавших. Там с моста во враг упал пассажирский автобус. Подробности в репортаже Андрея Давыдова с места ЧП. Мигание маячков полицейской автомашины и лежащий под мостом искореженный остов машины. Вот и все, что можно было рассмотреть вчера ночью на месте аварии. Днем все это выглядит еще страшнее. Битое стекло, вырванное электрооборудование и застывшие лужи крови. Сейчас следователи детально изучают место аварии. Им уже удалось полностью восстановить хронологию происшествия. Пассажирский автобус МАН, принадлежащий компании «Полюс Логистика», вез специалистов предприятия на очередную вахту. Но водитель на скользком повороте не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение моста через реку Тюмениха, из-за чего автобус упал с высоты более трех метров. Падая, автобус пробил ограждение. Вот балка от моста, посмотрите, вот она. Она до сих пор еще находится в салоне автобуса. Здесь же разбросаны личные вещи пассажиров. В тот момент в салоне автобуса находилось 16 пассажиров. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А вот пострадавшие есть. За медицинской помощью обратились 7 человек. Часть из них пришлось госпитализировать. Вот в этой больнице до сих пор находятся трое пострадавших в страшной аварии с автобусом. У людей многочисленные переломы различной степени тяжести. Но, как говорят врачи, состояние их стабильное. И сегодня их жизни уже ничего не угрожает. Сейчас должны быть проведены все необходимые в таких случаях экспертизы, в том числе судебно-медицинские, трансологические и автотехнические. По факту дорожно-транспортного происшествия в следственном отделе заведено уголовное дело по статье 264 части 1, которое предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Проводится расследование. Однако первая версия уже есть. Следователи считают, главной причиной аварии, скорее всего, стало несоблюдение скоростного режима. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, Новости. А в Красноярске владелец скандальной дороги в Солнечном перекрыл жителям единственную тропинку домой. Напомню, на улице Светлова не так давно построили многоквартирный дом, а вот подъезд к нему оказался на частной территории. И вот сейчас ее владелец бетонным блоком перегородил пешеходную дорожку. Как к этому отнеслись местные жители и кто может поставить точку в этой запутанной истории, расскажем далее. Таким сюрпризом Светлана Кулакова уже не удивляется. Говорит, за последние несколько лет вокруг их дома было столько скандалов, что переживать из-за каждого перекрытия нервов не хватит. Как вам очередное обновление? Замечательное обновление. Все для народа у нас сделано. Видите, как мы с детьми теперь переходим. С коляской сейчас выехать не в больницу, не в школу дети. Совершенно нет удобства. Пусть администрация решает с хозяином земли, сколько можно-то. Напомню, этот жилой дом построили на муниципальной земле, а вот его придомовая территория в частной собственности. Месяц назад, чтобы завлечь людей на свою платную парковку, владелец этого участка перерыл подъезд к дому. А теперь и закрыл блоком единственную пешеходную дорожку. Самое интересное, что такой подарок владелец дороги решил сделать жильцам ночью. Как отмечают те, кто уже проходил здесь, что повел мужчина себя очень подло. Но самое обидное то, что люди даже не пытаются бороться за это место. Молодым мамам не до споров, а школьники преграду почти не замечают. В итоге по большей части страдают пенсионеры, которые проходят на сотни метров больше, просто чтобы попасть домой. Потому что бороться уже не в силах. Я старый больной человек. Ну вот тяжело, наверное, обходить там. Обходить? Ну, сейчас вот обойду как-то. То есть вы каждый раз обходите весь дом, чтобы попасть в подъезд? Ну а что делать? Я как будто обходить. Тут хоть маленький был проходик, но он взял, паразит поставил. В мэрии нам рассказали, этот участок уже зарезервировали под выкуп. Сейчас его стоимость оценивают эксперты. В течение месяца владельцу предложат продать участок по его реальной цене. Собственник может с ней согласиться, и тогда будет подписано соглашение, и, соответственно, произведена выплата. И если он не соглашается, тогда администрация города будет обращаться в суд. И в судебном порядке будет решаться вопрос о выкупе данного земельного участка под муниципальные нужды. Но даже при худшем развитии событий выкуп займет не больше года, говорят чиновники. По их словам, уже к следующей зиме жители этого дома смогут спокойно передвигаться по своему двору. Однако никто не может дать гарантии, что к следующему году владелец дороги не придумает свой вариант развития событий. Елена Сенкевич, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. Икона из Енисейска с изображением Богородицы станет главной святыней Рождественской ярмарки, которая пройдет в декабре в столице нашего региона. О чем молятся перед этой святыней, расскажет Андрей Давыдов. У этой иконы нет дорогого оклада. Вместо золотой ризы вышит и прабабушка и рушник. А рядом всегда горит лампадка. Ведь по преданию икона была написана по велению самой Царицы Небесной. Случилось это в конце 19-го столетия, когда в Енисейском селе Плодбище от эпидемии стали умирать дети. Никто из младенцев не доживал до двух лет. Селяне от отчаяния не знали, в чем искать спасение. Местный врач ничего не мог сделать. Тогда священник предложил написать икону, служить молебен. Написали икону, служили молебен, и болезни прекратились, смерти прекратились. Люди рассказывают, что второй раз икона проявила свою целительную силу уже в 20-м столетии. Снова много детских смертей, снова медицина оказалась бессильна. Никакие лекарства, выписанные врачами, не помогали. И тогда жители села снова вспомнили об этой иконе. Правда, отыскать ее оказалось не так-то просто. Стали искать по чердакам подвала, мы не нашли. А потом вспомнили какую-то заколоченную избушечку. И вот на чердаке стопочка черных досок, как у Салаухина. Отмыли, почистили, всклеили. И получилось вот две трети иконы. Но от того, что третья часть иконы исчезла, благодать от нее не уменьшилась. С тех пор икона находится в Успенском кафедральном соборе Енисейска. Верующие считают, что она и сегодня помогает людям. Прихожанка храма Домника Дмитриева. Уверена, именно благодаря этому образу ее дочь, долгое время остававшаяся бездетной, смогла родить долгожданного ребенка. Я становилась у этой иконой, плакал, конечно, и просил ее дать радость материнства и отцовства бездетной паре, Алексея и Марины. Ну и прошло два с лишним года, и узнаем, что дочь беременна. Родился внук Петр. Скоро Пладбищенская икона Божией Матери отправится в путешествие. В декабре она станет главной святыней на рождественской ярмарке в Красноярске, где поклониться ей сможет каждый желающий. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей Новости. Красноярские школьники представят наш регион на арене всероссийского этапа военно-патриотических игр в Краснодарском крае. По словам участников, отборочный тур на эти соревнования по сложности не уступает армейским курсам. Елена Синькевич побывала на региональном этапе. Хоп, хоп, хоп! Не жалейте! Давай, финиш, финиш, родной! Из полутора тысяч школьников в финал вышли только сто. Участники соревнуются за право представлять наш регион на всероссийском этапе военно-патриотических игр в Краснодарском крае. Задание для финалистов осилит не каждый солдат, говорят участники, не говоря уже о тех, кто на гражданке. Ну что, как состояние, ощущения? Хорошо. Хороший настрой. Встали, как полоса, как путь. Ну, созвучно. Для девочек это сильно сложно. Для парней полегче. Ну, а девушкам мы же помогаем всегда. Наши мужчины, наши защиты. Прикоснуться к быту военной жизни позволили и гостям фестиваля. На различных площадках можно было переодеться в водолазное снаряжение, примерить на себя форму росгвардейца, посмотреть и даже разобрать настоящее оружие. По военным нормативам разобрать автомат Калашникова на «Отлично» нужно за 14 секунд. Давайте проверим, какие у меня шансы попасть в предыроссийская армия. Вот у меня есть секундомер. Засекаем. Стоп. 22 секунды. Неудовлетворительный, конечно, результат, но и, видимо, в журналистике мне будет лучше. По подсчетам организаторов, больше половины участников военно-патриотических клубов поступают в военные вузы и кадетские училища. Им и учеба дается легче, и к дисциплине привыкать не приходится. Для тех ребят, кто хочет связать свою дальнейшую жизнь со службой либо в рядах вооруженных сил РФ, либо в рядах силовых структур, соответственно, для них это необходимые навыки, знания и умения, которые они приобретают. Дисциплина в первую очередь, знания общевоинских уставов. Ну и для тех, кто не собирается связывать свою жизнь со службой, плюсов масса, говорят организаторы. Новые знакомства, навыки коммуникации, умение работать в команде и, конечно же, физическая подготовка. Современные школьники в хорошем смысле одержимы постоянным саморазвитием. И такие фестивали для них отличная возможность показать, чего они стоят. Елена Сенькевич, Алексей Гусев, Енисей. Новости. В Красноярске стартовал новый российский конкурс по спортивным бальным танцам. Самые юные танцоры – это дети от пяти лет – выступили в первый день. Они участвовали во всех трех номинациях – латиноамериканские танцы, европейские и двоеборья. По окончанию детей наградили почетными грамотами и медалями. И, как признаются победители, ради заветных медалей на занятия ходят каждый день. Сколько у вас вообще подсчет у дома? Все. Не считали? Все третьи. У меня 11. У тебя 11 штук уже, да? А вот эти, если плюс вот эти, тогда у меня уже 9. Мы давно думали о том, как сделать большие соревнования, как провести, какой будет формат. Очень серьезно готовились, мы старались и хотим, чтобы этот турнир был достаточно традиционный. Хотим, чтобы мы его проводили ежегодно. И к нам собирались пары больше-больше, даже намного больше, чем сегодня. Во второй день на сцену выйдут взрослые участники, самому старшему 72 года. Регистрация открыта до сих пор, поэтому, возможно, такой возраст еще не рекорд. Несмотря на то, что мероприятие проходит впервые, судить его вызвались профессионалы со всей России, включая Москву, Хабаровск и Читу. Показательные выступления для конкурсантов проведут четверо вице-чемпионов России. Соревнования проходят на базе кластера Сопка, который во время универсиады принимал сноубордистов. Большим мясным тортом с фруктами угостили белых мишек Красноярского зоопарка. Таким образом, в Роевом ручье отметили День полярного медведя. Угощение разместили посреди пустой клетки, куда потом запустили хищников. Сначала они без особого энтузиазма отнеслись к лакомству и даже пытались им играть. Но потом распробовали еду. Этот праздник, говорят в зоопарке, должен напомнить людям о том, что иногда животные могут не выжить без помощи человека. Коллекция медведей Роевого ручья уникальна чем? То, что всего один медведь, это наш Седов, он зоопарковских кровей. И то только наполовину. То есть половина крови у него дикой. Конечно, в зоопарках, когда животных скрещивают друг с другом, уже кровь слабеет, если так простыми словами сказать. А животные из дикой природы, они несут новую генетическую линию. Так у нас и Феликс был маленьким медвежонком, привезен сюда Аврора со своей сестрой Викторией, которая уехала жить в другой зоопарк. То же самое и с Урсулой, и с медведицей из Норильска. Но про нее мы еще не знаем, будет она у нас жить или куда-то уедет еще. Это все сообщения выпуска. С вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи на телеканале Енисей.